На седой равниной море ветер тучи собирает. У кого в жизни была такой тучи? Друзья, ветер собирает тучи в жизни каждого из нас. Столько собирает. Каких хочешь, на любой цвет, вкус и размер. Но между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобной. То крылом волны касаясь, то стрелой, смывая тучам, он кричит. И тучи, вот эти проблемы, обстоятельства, слышат радость в смелом крике птицы. Можете себе представить? Что сегодня слышат обстоятельства? В основном плач, стон, переживания, ахи, вздохи, охи. А здесь они слышат радость. В этом крике жажда бурей, силу гнева, плави, страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем. И на дно ему готовы спрятать ужас перед бурей. И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударовых пугает. А глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордый буревестник греет смело и свободно над седым от пены морем. Все мрачнее и ниже тучи опускаются над морем. И поют, и рвутся волны к высоте, навстречу грому. Гром грохочет, в пене гнева стонут волны, с ветром споря. Волк охватывает ветер, стаи волны объятен, крепкими, бросает их с размаху. В дикой злобе на утесы, разбивая в пыль брызги изумрудной громады. Буревестник с криком реет. Черные молнии подобны. Как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон гордый, черный демон буря, и смеется, и рыдает. Он на туче не смеется, и от радости рыдает. В гневе грома, чурки демон, он давно устал и слышит. Он уверен, что не скроет тучи солнца. Нет, не скроет. Ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылает, стаи туч над бездной моря. Море ловит стены молний, и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи бьются в море, и исчезает отражение этих молний. Буря, буря, скоро грянет буря. Это смелый буревестник, гордо реет между молнией, над веущим дневным морем. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Вы знаете, на самом деле, друзья, я думаю, что, представьте себе, человек неверующий описал. В принципе, это позиция каждого христианина. Тучи, буря, это прообраз жизненных проблем и ситуаций. Море, это прообраз смерти. Все. И вот так мы, друзья, по жизни живем, между дучами и морем. Между проблемами смерти, между проблемами смерти. И вот многих они задавливают. Многие пытаются спрятаться в этом промежутке. Как пингвины, как чайки. Мы пытаемся спрятаться. Мы пытаемся избежать проблем и обстоятельств. Но не умеем при этом. И вот где-то в этом промежутке мы не понимаем о том, что... Вы знаете, что происходит с бурей? Буря опускается все ниже. И она задавит отмашен. Единственный способ, друзья, это бросить вызов буря этой. Бросить вызов веры. Бросить вызов веры по-настоящему. Начать жить. Схватиться за Бога и понять о том, что Бог есть тот, который над этой бурей. И тогда все станет по-другому. Я думаю, что сегодня это была хорошая картинка для кого-то. Продолжение следует...